Он говорит, не думайте, что я пришел изменить закон, но я пришел, чтобы исполнить его, то есть тот закон, который был до него. Так какой закон имеет в виду здесь Иисус? Да, верно. Ну, насколько мне известно, речь идет о том, когда Моисей вызволил сынов Израиля из рабства в Египте, если вы помните эту историю. Он послал их на землю, Абитаванну, когда они поклонялись золотому тельцу, если вы знаете. Затем он отправился на гору Сина, и Бог не спасал ему 10 заповедей. Да, мы абсолютно согласны с этим на 100%. Если мы взглянем на эти 10 заповедей, то какова первая заповедь? Поклоняйтесь Господу вашему Богу, так ведь? Да, и не поклоняйтесь ни одному божеству, кроме одного Бога. Есть только один Бог, и Иисус Христос повторяет это в Новом Завете. Когда его спросили, какая из заповедей самая великая, он сказал, слушайте, у сына Израиля, самая великая заповедь – это верить в одного Бога. Так что, по сути, послание никогда не менялось. Хорошо, да, я просто пытаюсь скомпоновать все вместе в контексте главной заповеди. Так посмотрите, что случилось дальше. Откуда появилась Троица? Как появились Отец, Сын и Святой Дух? Я скажу вам, откуда они появились. Да-да, я знаю, откуда они пришли. Прежде всего, спросите себя, было ли это все учением Иисуса Христа, или же это привнесли в христианство? Нет-нет-нет, но я думаю, что до того, как он покинул нас… То есть, вы же помните, когда он пришел, его распяли, потом положили в могилу, а через три дня он воскрес, ну, это согласно христианской версии в Библии. И потом, когда он пришел увидеть своих апостолов, кажется, на гору Синай, ну, в любом случае увидеться со своими апостолами, он сказал им до того, как был вознесен на небо, «Я собираюсь привести вам утешителя», и это был Святой Дух. Но это, ну, это ваш перевод согласно Библии, я понимаю. Когда мы говорим «утешитель», если вы взгляните на оригинальный текст Библии, именно это слово, которое используется в греческом как «параклит». Что это значит? «Параклит» означает «всецеловосхваляемый». Они неправильно перевели, сказав «утешитель». По сути, это относится к пророку Мухаммаду, то есть «восхваляемый». Мухаммад означает «всецеловосхваляемый». И когда они говорят «утешитель», если вы взгляните на описание, где говорится, что он не будет говорить от себя, а только от имени Господа, то есть имеется ясное описание, характеризующее пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. А по сути, самое главное, откуда пришла Троица? Это было представлено на Никейской конференции спустя 325 лет после Иисуса Христа, и никогда не было частью настоящего учения Иисуса Христа. Оно было привнесено в христианство, и это стало главной доктриной для христиан, которые последовали ей. Вот откуда берет свое начало Троица. Но если мы обратимся к Ветхому Завету, то там ясное послание, как вы и сказали, что он пришел с десятью заповедями, ясно утверждающими, как в Первом Завете, «Не поклоняйтесь никому, кроме единого Бога». И это повторялось снова Иисусом в Новом Завете. Когда его спросили, какой самый главный завет, он сказал, «О, Сыны Исраилевы, уверуйте в одного Бога. Есть только один Бог, так уверуйте же в Него». Разве мы придерживаемся данного послания? Раз мы придерживаемся данного послания, то видим, что и все остальное такое же. И каков же теперь статус Иисуса Христа? Он Бог, или Он Сын Божий, или же Он был пророком и посланником Бога? Вы верите, что Он Бог? Из того, чему учили меня, Он Сын Божий, так меня учили. Каким именно образом Он является Сыном Бога? Он биологический Сын Бога? Но Он больше Бог воплоти человека, так мы понимаем это в христианстве. То есть Бог воплоти человека, берущий на себя грех, и потом жертвующий собой, чтобы избавить нас от греха, и это то, что Он сделал на кресте. Если вы посмотрите на аврамическую веру, всегда имеет место быть жертвенное животное, чтобы Бог простил им их грехи. То есть Иисус тоже прошел через этот процесс? Да, Он стал символизироваться как жертвенное животное. Хорошо, а от имени кого делается жертвопроношение? Нас. Хорошо, а для кого тогда делается жертвопроношение? Для Бога. То есть Он приносит Себя в жертву ради Себя же? Он приносил Себя в жертву, потому что только Он и стоит этого. То есть Он жертвует Собой ради Себя? Да, потому что Он единственный без греха. Нет, нет, Вы говорите, что Он воплощение Бога воплоти и приносит в жертву Себя для спасения людей от Себя же? Нет, чтобы спасти людей от греха, потому что в Библии говорится, что следствием греха является смерть, после которой вечное пребывание в аду. Поэтому единственным способом для Него обрести спасение было принести себя в жертву на кресте и пролить кровь символически. Если Вы взглянете на авраамическую веру, там всегда использовали, даже сам Авраам, Вы помните? Не знаю, то же самое говорится ли у Вас в Коране. Так вот, у Него было два сына, Исаак и Исмаэль. Исаак был обещанным сыном от Сара, и он взял его и пошел принести в жертву своего сына на холме, и в момент, когда он уже собирался зарезать его... Бог заменил его жертвенным барашком. И это то же самое, что Иисус символически сделал. Когда Он явился воплоти и прожил без греха, поэтому Он был самым чистым видом жертвоприношения, чтобы Бог мог принять грех всего мира. Даже до этого, окунать в христианство, если Вы помните историю Содома и Гаморы, а также историю пророка Ноя, Бог решил, что только оно и был достоин жизни, потому что все остальные пребывали в грехе и потерпели неудачу. И Бог стер всех с лица земли и начал все заново, и всегда единственным решением было совершить жертвоприношение, через которое мы как бы избавлялись от всех грехов. Так как мы рождаемся в грехе, и таково наше естество. Тогда это приводит к следующему вопросу. Как тогда обстоит дело с людьми, жившими до Иисуса Христа? Когда они умерли? Да, у них ведь не было никакого жертвоприношения. Это очень хороший вопрос, и я не знаю ответа, и была бы рада, если бы Вы меня просветили. Неужели Бог несправедлив? Почему Он принес в жертву Иисуса для нас, а как при этом люди, жившие до Иисуса? Вы знаете, я всего лишь говорю Вам то, чему меня научили. Да-да, конечно, все в порядке. Эта концепция богачеловека является проблематичной, в частности, для нас, как мусульман. Да, думаю, и в целом. Но вот логично ли, что Создатель Небес и Земли может стать своим же творением и оставаться Творцом Небес и Земли, при том, что Он утрачивает атрибуты, делающие Его Творцом? Ну, снова получается, если я ссылаюсь на то, что в Библии, то в Библии говорится, мои пути не таковы, как ваши пути. Мои мысли выше, чем ваши мысли. Я не могу объяснить или понять пути Господни, и почему Он сделал то, что сделал. Может, Он посчитал нужным явиться среди людей. Я понимаю, это кажется нелепым, потому что если Вы посмотрите на просторы Вселенной, и как Бог величественно это создал, все становится столь несущественным, таким маленьким. Я имею в виду, дело не в размерах, а в том, что Он утрачивает свои божественные атрибуты, и в то же время остается тем же самым Богом. То есть, к примеру, в случае с Иисусом, для нас непонятно, как Он мог не знать о последнем часе. Но вот как человек, Иисус Христос сказал, только Отец знает о часе. Но ни Сыны, ни Ангелы в небесах, только Отец. Когда Он вернулся, Вы имеете в виду? Я имею в виду, если Он все еще Бог в форме человека, да Он может не иметь физических проявлений Бога на земле, потому что Он в человеческом обличии. Но знание – это ведь неотъемлемый атрибут Бога. Бог всезнающий. Да, конечно. И мы верим в это. Когда Он становится человеком, Он перестает быть всезнающим, так как же мы можем считать Его Богом, понимаете? Да, я понимаю, о чем Вы. Поэтому эта концепция, когда Бог превращается в человека или в объекта, или же в животного, или во что бы то ни было, то есть, проходя через этот процесс и пройдя через него, как Он все еще может оставаться Богом, не имея этих атрибутов Бога? То есть, что делает Его Богом? Ну, мне кажется, исцеление больных и воскрешение мертвых – все эти вещи и есть атрибуты Бога, поэтому-то мы и называем это чудом, потому что это не происходило просто так. Но Иисус говорит, что Он делает все это с дозволения Бога. Он сказал, «Я сам не могу сделать ничего». Тут имеется предостережение. Понимаете, Он делает все это лишь с дозволения Бога. Так что Он такой же, как и все другие посланники. Моисей не разверз море надвое самостоятельно, а сделал это с дозволения Бога. Это Бог творит все эти чудеса, чтобы доказать, что человек, стоящий перед вами, – это человек от Бога. Он не простой человек, как все другие. И чтобы вы приняли от Него послание, с которым Он пришел к вам и восприняли его серьезно. Он не становится Богом от того, что может творить чудеса. Наука и физика не могут объяснить чудеса. Да, конечно, на то оно и чудо. Да, потому что они за пределами всего, что нас окружает. Да, мы верим, что Иисус исцелял слепых, и что Он был рожден без Отца, и все эти явления на самом деле чудо, призванное показать нам, что это человек от Бога, которому мы верим. Ну, к примеру, даже с точки зрения непорочного зачатия, как вы объясните это? Так как каждый человек рождается при участии мужчины и женщины. Кроме? Кроме Иисуса Христа. И? Ну и как вы это объясните? Есть человек, приход которого в этот мир ознаменован еще более чудесным образом. Адам Мирему. Да, но он был первым творением Бога, и Бог сотворил его, вдохнул в него жизнь. И он не был рожден женщиной, Бог сотворил его сам. Если сам способ появления на этот свет является оправданием для вас, что Иисус Сын Бога в буквальном смысле, тогда Адам еще больше заслуживает этого статуса, но которого у него нет. Не из-за своих деяний, это уже второстепенный вопрос. Но сам его приход в этот мир более чудесен, чем рождение женщины и ребенка без участия мужчины. То есть, если смотреть с точки зрения появления на этот свет, то появление Адама Мирему является более чудесным. Позвольте мне, пожалуйста, сказать, пока мы не перешли к следующему вопросу. Когда вы слышите, что в Библии упоминается понятие «Сын Божий», то ведь это имеется не в одном месте. Я могу показать вам другой стих, где говорится, что у Бога есть другой Сын, помимо Иисуса Христа. Ну, в Библии говорится, что даже мы — дети Божьи. К примеру, если прочитаем Псалмы, глава 2, часть 7, там говорится, что Давид — первый сын Бога. Как мы относимся к Библии? Вся Библия, я имею в виду первозданную Библию, ниспосланную Иисусу Христу, которая известна как Инджиль, то есть Евангелие. У нас нет оригинальной Библии, потому что язык, на котором разговаривал Иисус, был арамейский. И Библия была ниспослана к нему на арамейском языке. Но она подверглась изменениям. Самые ранние манускрипты, имеющиеся сейчас, они на греческом языке, а это уже спустя около 300 лет после Иисуса Христа. Поэтому тот перевод, который вы читаете на английском языке, это перевод с греческого. То есть у нас нет того, что вы точно можете назвать словами Иисуса Христа. Вот тут уже все объясняется в Коране. Будет хорошо, если вы приобретете экземпляр Корана для себя. Так как же мы знаем, что является правдой в Библии, а что нет? В Коране имеются похожие истории, описывающие одни и те же события, имеющиеся в Библии. Это и определяет, во что мы верим из Библии, а во что нет. Если эта история, имеющаяся в Коране, имеется также в Библии, то мы верим в это. И можно увидеть, что множество вещей правильные. Если вы возьмете Библию с красными буквами, та в которой слова Иисуса, так вот большинство из тех слов приводится и в Коране. Факт о том, что он призывал людей верить и поклоняться одному Богу, об этом говорится и в Коране, так же и в Библии. То есть вы увидите, что эти темы повторяются. А теперь, когда люди исказили смысл, и мы имеем предания от Иоанна, Матфея, Луки, а вы знаете, что эти апостолы написали Библию, при том, что они никогда не видели Иисуса? Нет, они видели. И Матфей, и Иоанн, и Лука были апостолами. Матфей, Иоанн, Лука и Марк были людьми. Вы просто найдите и прочитайте биографию этих людей, и узнаете, кто они есть. Никто их не знает, и у них нет фамилий. Марк какой? Лука какой? Иоанн какой? Изучайте Библию и ее описания. В Библии имеются описания, написанные неизвестными людьми. Люди даже не знают, откуда они, такие как послание к евреям, например. Кто написал это? Кажется, это был Павел. Нет, вы проверьте это по гуглу и найдете. Спросите себя, кто написал. Они не знают этого, даже сами ученые-библеисты не знают, кто написал послание к евреям. Изучите, чтобы не плутать в догадках. Позвольте мне тоже сказать о Коране. Насколько я понимаю, Мухаммад не умел писать, это правда? Да, верно. Все, что он говорил, записывалось людьми, находящимися рядом с ним, так? Да, это так. То есть тот, кто не мог писать и читать? Позвольте, я объясню вам, как это обстоит с пророком Мухаммадом, алейхи саляту вассалям. Коран был не спослан пророку Мухаммаду, саляллаху алейхи салям, тем же самым ангелом, который приходил и ко всем другим пророкам с откровением. Тот же самый ангел, который явился к Моисею, также Иисусу, и один и тот же ангел. Но откуда вы об этом знаете? Когда пророк, алейхи саляту вассалям, получил откровение в первый раз, вы знаете, кто подтвердил это? Это подтвердил христианский монах, потому что, когда пророк Мухаммад получил первое откровение в пещере, он очень сильно испугался и сказал, «Я испытал вот такое в пещере» и быстро побежал к своей жене. Его жена успокоила его и сказала, «Завтра мы пойдем к моему двоюродному брату». Они были еще в христианстве на тот момент и могли объяснить нам, что это было в пещере. И когда они пошли к нему и объяснили ему виденное, он сказал, «Да, это тот самый ангел, который приходил к Моисею, и он же приходил к Иисусу». Он и подтвердил это. Откуда мы это знаем? Да потому что Коран бросает вам вызов. Автор Корана, всемогущий Бог, которого мы верим, бросает вызов человечеству, говоря, «Если вы сомневаетесь в том, что мы не спасли нашему рабу Мухаммаду, то сочините хоть одну подобную суру». Это около трех стихов. Человечество не смогло сделать этого. Я услышала все, что вы сказали. Если кто-то не умеет читать и писать, а он полагается на третью сторону, чтобы они записывали его текст и все остальное, то как вы можете говорить мне, что все написанное таким образом, безошибочно? Прежде всего, вам нужно понять, что пророк, алейиссаляту вассалям, запоминал Коран наизусть, и сподвижники уже читали ему обратно. На земле есть миллионы мусульман, знающих целиком Коран наизусть, и повсеместно его читают одинаково. Так вот, они читали его, и ангел Джабраил приходил к пророку, алейиссаляту вассалям, в каждый месяц Рамадан, и он повторял по памяти Коран ангелу Джабраилу ежегодно. Да, это происходило в каждый месяц Рамадан. То есть, эта проверка имела место не только в случае пророка, алейиссаляту вассалям, с его сподвижниками, но также с тем, кто был послан пророку, ангелом Джабраилом, с целью проверки правильности запоминания Корана. Просто имеются ведь противоречия относительно Корана и Библии. Но, к примеру, Ветхий Завет и Новый Завет. И я вот думаю, как может книга, написанная 14 веков спустя, после смерти Иисуса? Коран был неспослан пророку Мухаммаду, алейиссаляту вассалям, в 7 веке. Пророк, саллиллаху алейиссалям, родился в 527 году после Иисуса. Хорошо, да, да. Но около 600 лет спустя после Иисуса. И все же, как может Писание, возникшее почти на 600 лет позже, заменить Писание, бывшее до него? Оно не заменило, мы не говорим, что оно заменило. Пожалуйста, позвольте мне объяснить. Это люди изменили Писание. Каждый раз, когда Бог ниспосылал Писание, человечество искажало его и изменяло. А на этот раз Бог ниспосылал Коран, который человек не может исказить и изменить. Он остается в точности таким же. Ничто в Коране не изменено. Поэтому оно не заменяет, а подтверждает то, что пришло ранее. И мы, как мусульмане, верим во все ниспосланные Писания. Мы верим в Псалтыр Давида, мы верим в Ветхий Завет, мы верим в Инджиль, Евангелие, и мы верим в Коран. Мы обязаны верить во все эти книги. Они все были ниспосланы Богом, но некоторые из них были искажены. А откуда вы знаете, какие изменены, а какие нет? Есть ведь Коран. То есть Коран включает в себя все? Да, Коран подтверждает все правильное из Ветхого Завета, и также подтверждает все, что было правильно в Новом Завете. По Корану мы и определяем, что в Библии правильно, а что нет, потому что Коран никогда не подлежал изменению. Поэтому мы используем его как мерилы. И вы не используете даже английский перевод, чтобы не терять смысл? Коран, он на арабском языке. Да, конечно. Это же перевод, и он бывает правильным в зависимости от того или иного переводчика. Но когда мы упоминаем Коран, мы всегда имеем в виду Коран на арабском языке. А это уже перевод со смыслом на английском языке. Тут уже человек приложил усилие, чтобы перевести смысл Корана на язык, который мы бы понимали. Но когда мы говорим Коран, то, конечно же, имеем в виду Коран на арабском языке, на который и ссылаемся. Ну, спасибо вам большое. Я собираюсь прочитать Коран. Да, прочитайте его, и мы будем рады ответить на любой вопрос.